Возлюбленные, еще одно послание, которое я решил записать. Мы армия Божья. Мы Божия Хаиль, мы Божия Цава, Цаваот, да, армия Божья. И у нас есть оружие. Мы воины, у нас есть оружие. Все это мы знаем. У нас есть мечи, копья, луки, стрелы, алибарды, базуки и многого всего. Но сегодня я хочу рассказать об определенном оружии, которое есть в Священном Писании. Оно как бы сокрыто. Вообще в Священном Писании много разного оружия. Но это оружие, оно не такое впечатляющее, но оно очень важное и значимое. И из-за того, что оно не такое впечатляющее и как бы сокрытое, на него многие не обращают внимания. И из-за того, что на него многие не обращают внимания, его не используют и не задействуют. И поэтому в Божьем стане, в Божьей армии иногда возникают проблемы. В Божьем стане основная проблема, это не дьявол и бесы. Основная проблема, что люди не умеют ходить в туалет. Итак, давайте посмотрим, я думаю, я заинтересовал вас, драгоценные, и у вас уже напрашивается вопрос. Дмитрий, а что ты имеешь в виду? Вот, что я имею в виду. Пусть Господь снабдит нас этим мощным и важным оружием воина, которым является саперская лопатка. Второзаконие, 23 глава, с 12 стиха. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Выходить куда? По нужде. Куда бы тебе выходить по нужде. В Ветхом Завете был физический стан. Что является, чем является стан для нас? Наше общение, наша поместная церковь, община, частью которой мы находимся. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. Так, зачитаю. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ею испоржение твое. Большинство проблем в церкви из-за испоржений, из-за буквы Г. Очень много людей еще в церквях, которые в основном принадлежат колену гада, гадову. Поэтому иногда они гадят внутри стана. Когда они приходят на собрание, они приносят свои испоржения в поместную церковь. и гадят и гадят стана. Вместо того, чтобы сходить по нужде вне стана, очиститься и потом возвратиться уже чистым в стан. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного, чтобы не увидел наше Ге испоржение и не отступил от тебя. Что же это за испоржение? это грех разного рода грех. Мысленный грех, словесный грех, грех, проявляющийся в действиях, то, как мы реагируем. В чем заключается, отличается младенец от взрослого? Младенец ходит в туалет под себя и носит свои испоржения некоторое время с собой в памперсе. он не способен еще ходить сам в туалет и справлять свои естественные надобности. Взрослый человек, зрелый человек, который достиг определенного уже физического возраста, способен сам ходить в туалет. Поэтому мы, как родители, имеющие детей, учили наших детей, а те, у кого будут дети, будут учить своих детей ходить в туалет. К сожалению, некоторые христиане не умеют ходить в туалет. Они не пользуются лопаткой. из-за этого существует много проблем. Они испражняются в свои памперсы, в свои штаны и приходят на собрание, чтобы прославить Господа и поклониться ему. Они воздают руки вверх и поют «Достоин, ты достоин, царь царей и бог богов, ты достоин». Но есть еще потусторонний запах, который исходит из их штанов, в который они наваляли и по колено все это свисает. Не так ли? С этим нельзя не согласиться. И кто-то может быть претендовать, знаете, быть зрелым. Знаете, перед тем, как нужно научиться воевать мечом, нужно научиться орудовать лопаткой. Итак, что это значит? Это значит то, что нужно научиться разбираться со своими собственными испоржениями, разбираться со своими собственными грехами, чтобы вонь греха не приносить на собрание. Правило первое. Выйди за стан. Исповедуйся. покайся вне церкви, перед тем, как пришел на служение. Приди на служение уже с очищенным сердцем, с очищенной душою, с разрешенным урегулированным конфликтом, без горечи, недовольств, разобщенности и разделений, без раздоров, спор, склок, разногласий, конфликтов, без сплетней, критицизма, осуждений, обвинений. поношений. Без злых мыслей и без злых слов по отношению кому-либо. Не вноси это в стан. Не приноси это в свою команду. Не приноси это в свое служение. Выйди за стан. Разберись с Богом, что в твоем сердце. Правило второе. Не оставь это на поверхности. Выкопай яму. Соверши это дело в яму и закопай обратно. Чтобы этого уже не было видно. Потому что если это сделано на поверхности, это будет все еще видно. И это все еще будет вонять. мы должны учиться так разбираться с нашими испоржениями, чтобы их не было видно и чтобы они не воняли. Это наша ответственность как зрелых ходить правильно в туалет. Правило номер три. используй свою собственную лопатку, чтобы погребать свои собственные испоржения. Не пытайся завладеть лопаткой других. Не пытайся заручаться помощью других, чтобы они своими лопатками помогали тебе закапывать то, что ты должен закапывать сам. Правило номер четыре. Не влазь своей лопаткой в чужие испоржения. Не влазь туда, куда тебе не надо. В чужое ге не влазь. Потому что от этого ничего хорошего не будет. Это лопатка. Это инструмент страха Божьего. мы должны приходить на собрание не для того, чтобы Бог на собрании разбирался с нашими испоржениями и ге. А чтобы на собрании мы могли назидаться, укрепляться, утверждаться, усиливаться через Его Слово и Дух, чтобы на собрании мы могли видеть явление Его святости, явление Его славы в силе, а не чинить разборки. Это застану. если я зрелый и у меня произошла проблема здесь или с каким-то грехом, у всех у нас время от времени это происходит. Физически мы продолжаем ходить по нужде, исправлять ее. Духовно до пришествия Иисуса Христа мы будем также продолжать ходить по нужде, исправлять ее. Поэтому нам и нужна лопатка. Она должна стать нашим другом. И Дух Святой научит нас, как виртуозно владеть этим оружием воина. в принципе это так, как должно быть. Не всегда оно так происходит, конечно. Мы учимся. И нет ныне никакого осуждения. Даже тем, кто приходит со своими испоржениями и начинает вонять во благолепии святыни. Вы знаете, некоторое время назад, долгое время назад, я был в школе Христа и помогал своему другу Юрию Кузьмину. это было давно, когда только начиналось становление Школы Христа. И были собрания, и мы приехали из ЮАР, и на некоторое время присоединились вместе и многому совместно учились. И я помню, один раз была молитва перед собранием. Обычно это час молитвы, и команда, они приходили раньше, чтобы молиться. Мы это делали. И перед началом служения, я помню, Юрий всех посадил на первые ряды и сказал, ребят, надо что-то с этим делать. Говорит, во время молитвы я служил и поклонялся Господу. И я чувствовал небесную атмосферу. Но вдруг кто-то в нашей среде пукнул, испортил воздух. Spoiled the air. И он говорит, этот запах вошел в мои ноздри и стянул меня с неба опять в эту физическую земную реальность. И тогда Юрий преподнес очень важное учение короткое, что если тебе нужно это сделать, пукни здесь и отойди в сторону, и тогда оно потянется за тобой. а не отойдя в сторону, сделай это и подбегай ко всем, тогда ты принесешь это в общую среду. И это станет частью общего переживания команды. И тогда на некоторое время была учреждена такая практика, когда зачастую Гала, возлюбленная сестра в Господе, жена Юрия, перед началом молитвенного проходила с дезодорантом по церкви. Как знаете, в самолете стюардессы проходят с освежителем воздуха вернее. и освежался воздух. Мы должны приходить на собрания уже готовыми, уже очищенными, уже раскаившимися, не имеющими за собою никакого груза этого гумна, ничего тяжелого, вонючего, и липкого, которое привлекает мух, которое привлекает бесов и притягивает бесов в места Божьего поклонения. Тогда, как благолепие святыни, святость всегда притягивает славу Божью. а не идти на собрание в надежде, что кто-то разберется с твоими испоржениями и Господь поможет. да, Господь помогает, да, Господь разбирается. И есть братья и сестры, которые также помогают это делать через молитвы, консультирования, какой-то совет, но рано или поздно нужно самому научиться ходить в туалет. и так возлюбленные в Господе примем же драгоценное могущественное оружие Божье для воинства Его, что есть лопатка. И пусть Господь научит нас виртуозно и мастерски ее использовать, чтобы наше качество наших собраний, атмосфера на этих собраниях могла измениться. Потому что Бог посещает стан, и Он ходит среди стана. И если Он видит что-то на открытом месте, воняет, и пребывает, Он оставит стан. Пусть лучше тот, кто должен сходить в туалет, выйдет за стан и потом возвратиться, чем это сделает Господь. Потому что если Господь не будет со станом, никакой победы и никакого прорыва у нас не будут. Поэтому прежде чем воевать против начальств и властей и мироправителей тьмы века сего, этих могущественных духов нужно сначала научиться ходить в чистоте и в святости, исправлять свои духовные и душевные нужды вне стана. Чтобы тогда, когда мы машем мечом в духовной битве мы ни на себя и ни на других не разбрызгивали наше содержимое в штанах. Но чтобы штаны наши были чисты и сухи и чтобы облачение наше было облачением Божьим. Чтобы всякая скверна и нечистота были вынесены за стан и удалены из стана и не присутствовали в стане и не портили запах ни Господу потому что Он любит вдыхать обоняние жертвы любви не нам если Господь сказал это возможно значит это возможно и Он даст нам на это благодать лопатка с Господом